Всем привет! Продолжаем ознакомиться с интересными людьми, поэтами, художниками, скульпторами Ашиль Шавея. Бельгийский поэт писал на французском языке его направление сюрреализм. Я пользуюсь википедией. Родился в католической семье, изучал право Брюсселя, зачислен в коллегии адвокатов Монсе. А в 1927 вовлекся в политику, основал с Вальтером Тибо, федеральный Волонский союз для борьбы за культурную и политическую автономию Волонии. Участвовал в создании журнала «Волонская битва», который вышел в 1929 году. В 1934 образовал группу совместно с Альбертом Люде, Андреем Лораном, Марселем Парфондри, группу «Разрыв», главной мотивацией которой стала политическая ангажированность. Шавея сотрудничает с международным бюллетенем сюрреализма, увлекует свои стихи в журнале «Нож в Ране», который впервые объединяет на одних страницах сюрреалистов Брюсселя и Энно. Это одна из провинций Бельгии. Рена Магрита, Эдуарда Мессена, Поля Нуже, Луис Кутенера, Андре Сурии. Встречается в 1936 году с Андреем Бретоном, Полем Элюаром. В ноябре отправляется в Испанию 1936 года и присоединяется к интербригаде имени Домбровского в качестве офицера и аудитора. Возвращается в Бельгию в 1937 году. Основывает еще одну группу, сюрреалистическую группу ВНО. В него вошли Фернанд Дюмон, Марсель Лефрант, Арман Симон, Луи Ван Де Пижель. Как член коммунистической сопротивления поэт разыскивается гестап во время Второй мировой войны и уходит в подполье в 1941 году. В 1946 распускает группу и основывает объединение «Высокая ночь» в 1947. Группа провозглашала отказ от догматизма, враждебность по отношению к конформизму в искусстве и ее веру в авангард. До конца жизни сотрудничает с журналами бельгийских сюрреалистов и опубликовал около 30 сборников стихов. Умер в 1969 году в возрасте 63 лет. Вот так вкратце о Ашиле Шаве, в период прочитает немножко стихотворения. «Нож терпения» – перевод с французского Сергеева. «Нож терпения подобен ножу, которым на стройке ты разрезаешь свой хлеб насущным, товарищ». «Дружеская рука, понимающий взгляд, словно из глубины души, и мы с тобой говорим о любви, товарищ». «Никто нас в фальше не упрекнет, ведь мы смотрим вперед». Следующее стихотворение – перевод с французского Сергеева. «Ворагоне тем героическим летом». «Ворагоне тем героическим летом у меня на глазах умирал верный товарищ. Старое солнце отбрасывало мою тень на землю чистых людей. Предо мной воскресал миф об Антее, и я смотрел на спасительницу землю. Недвижный, ушедший в думы, я пронзал свое сердце золотым клинком действительности». Ну и вот в заключении стихотворения «Я все так же подобен» – перевод с французского Львова. «Я все так же подобен стреле краснокожего из моего детства. А что до моей визитной карточки, так я давным-давно потерял ее в бескрайнем поле ржи». Ну вот так вкратце о Ашили Шаве, бельгийском поэте, который писал на французском языке представители сюрреализма. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, узнали что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok